привет ребята телефон zte 965 вроде просили у меня много подписчиков и много людей покупает этот телефон из-за того что он бюджетный цена в районе 100 там 105 110 у кого долларов так что-то скальпель мой тупеет надо менять лезвие так что у нас здесь за аппарат приехал он к нам за 16 дней круто ничего не скажу и сначала когда я взял посылку и понял что здесь телефон не показалось что он легкий и первая мысль что меня обманули там не телефона два чехла каких-то легкая посылка реально хотя не есть телефон есть zte v965 что про этот телефон могу сказать низкое разрешение четырехъядерный процессор 6589 512 оперативной памяти четыре с половиной дюйма дисплея IPS матрица вот четыре ядра по 1 и 2 гигагерца и 2000 миллиампер батарея в принципе за эти деньги неплохой должен быть аппарат за то есть коробка все по полочкам разложено давайте будем доставать смотреть переходник микро usb яйцом зарядка как на 818 в принципе они в одном диапазоне инструкция для особо одаренных телефон кстати ничего такой ничего ничего такой полукруглый zte 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 выглядит прикольно пленка у нас так ладно что-то я начинаю тупить надо по-быстрому и идет у нас в комплекте вот такой вот вот такой вот чехла книжка чехол книжечка идет такой вот качество приличное достойная претензий нет можно брать принципе должно быть все четко все они они все все наушника у нас нет комплекте батарейка я так понял уже вставлено сейчас будем так надо чуть вот так сейчас будем смотреть и разбирать так что у нас здесь две симки да вроде как две симки и карточка у нас вставляется так давайте откроем так zte v965 да симка один симка 2 и микро sd карточка батареечка у нас на так 2 не не 2 дидидидидиди ну где же 2000 миллиампер все вот телефон в принципе но чем-то похож на мой мой конечно и чем похож чем похож четыре с половиной дюйма IPS матрица да даже хуже он получается какой-то он не по он не похож принципе то они должны в одном диапазоне быть но мои уже устаревшие он на 77 процессоре но с 1 с 1 гигабайтом оперативной памяти и с разрешением 965 на 540 здесь разрешение 854 на 480 хотя это нигде не написано так давайте включать прикольно сразу что нравится маленькая кнопка справа да вот коп-хоп не надо тянуться громкость здесь у нас разъемчик здесь наушники ну давайте запустим ммн и затае затае бюджетники виде затае выпускает такие бюджетники так уже не за 200 из долларов телефоны начиналось все с бюджетников так дисплей тускловатый но сразу летает как дурной так так что нам нужно нам нужно язык поменять русский есть спасибо так кнопки у нас подсвечивается да кнопки подсвечиваются но тускловато давайте яркости наверно прибавим потому что тускло как-то но вот так посветлее но сказать что прям дисплей яркий я бы не с не сказал бы бюджетники айпиес но смотрите как айпиес сразу цвет меняется дешево 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 все дешево так что у нас у нас стоит уже рут права стоят так пыль маркет пыль маркет пыль маркет и друг родителькой маркет попобов нету я так понял что пыль маркета нету это плохо это плохо ребята так здесь у нас gps вай фай Да действительно что ли Плеймаркета нет Диспетчер, камера, музыка Супер юзер Да действительно нет И сразу идут виджеты Ну ребят это минус Это минус Плеймаркет нужно ставить сразу Это не серьезно уже в наше время Камера с автофокусом 5 мегапикселей Есть передняя камера с 0.3 мегапикселей Короче все Что тут показывать, рассказывать Когда нужно тестировать его по полной программе Бюджетная модель Особо придираться не буду Бюджетникам я вам говорил Что у меня такое отношение Главное чтобы они работали И не глючили Все остальное это все простительно Потому что здесь экономят на всем На материалах На прошивках, на разработках На динамиках На всем чем можно На дисплеях Вот, поэтому все Ребят ставьте лайки Многие ждали этот телефон Будет обзор Конечно подписывайтесь Кто хочет увидеть Если кто не подписан И всем всего хорошего Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok